Приветствую всех любителей винограда на нашем канале. Сегодняшнее наше видео будет посвящено весенним заморозкам. Много раз и во многих видео я упоминала, что как раз таки в условиях Беларуси вот этот период с 1 по 9 мая, он на самом деле очень опасный. Даже если виноград хорошо перенес зиму, то с весной бывает возникают вопросы. В прошлом видео показалось, что мы уже раскрыли винограды, несмотря на то, что тщательно следили за прогнозами погоды, а прогноз вроде как заморозков не обещал, но тем не менее они пришли. И сейчас вам покажу отрывок того, что было сегодня в 5 утра. 5 утра. Вот здесь на дорожке особо не видно. Сейчас я чуть-чуть поменяю место съемки. Посмотрите, белая трава. Вот на сирене видно. Смотрите, что осталось с сиреней. Вот она вся во льду. То есть похоже, что даже это не минус 1. Ну, собственно, как боролись и почему открывали, я вам показывала, что на некоторых виноградах почки очень сильно пробудились. Ну, видите, тоже нестабильная наша белорусская погода. Вот прошлые выходные 27-28 апреля я даже купалась. Было так тепло. Поэтому растения вот так сильно пробудились. А вот, пожалуйста, через неделю пришел мороз. Ну, что мы делали? Часть лозы у нас была укручена спонбондом, а на остальную часть лозы вот еще не все сняли. Мы положили вот те самые наши одеялки из синтетического ватина. Это те одеялки, которыми мы накрывали винограды на зиму. Ну, вот сейчас покажу, что в итоге вышло из этого всего. Ну, тоже утреннее видео. Видели? Здесь, по этой дорожке, было так более-менее. И здесь, вот видите, частично. Вот росточек хороший, а вот рядом обмороженный. Хотя здесь было укручено спонбондом, но что спасло? Фундамент дома. И вообще от дома тепло. Плюс мульча вот эта вот, наверное, она и дала результат. Хотя тоже, вот смотрите. Сейчас я отойду, покажу. Вот. Росточек хороший. И рядом росточек поврежденный морозом. Ну, это то, что было возле дома. И, повторюсь, там немножко сам дом оказал свое влияние. А вот то, что было закручено спонбондом. Ну, как видите, здесь все очень и очень печально. Да, какие-то единичные почки вот там снизу живы. Ну, а что-то, видите, практически полностью погибло. Конечно, лоза восстановится. Но в этом году она может жировать. Ну, будем показывать. Будем показывать, что в результате, конечно, под этими одеялками все сохранилось гораздо лучше. Хотя, видите, мы просто их накинули с двух сторон. Конечно, надо их укрывать немножечко по-другому. Потому что в местах стыков мороз таки прошел и тоже почки повредил. Но еще хочу остановиться на одном важном моменте. Многие вещи зависят от сорта. Посмотрите, вот туда пошел рука флоры. И лория хоть бы что. Все почечки зелененькие. Хотя, видите, насколько они уже раскрыты. Там уже гроздочки видны. Сейчас приближу. Вот они какие живенькие, здоровенькие. А рядышком, ровненько по этой же проволочке, в другую сторону, рукавчик кишмешал у чистого. И вот, смотрите, что здесь. А здесь почки подморожены. Поэтому от сорта тоже много чего зависит. Ну, конечно, тоже мы понимаем, что вот она наша погода. То было тепло, то морозы. Конечно, кое-что можно было еще держать под укрытием, именно под этим укрытием. Ну, а кое-что было уже держать невозможно, ввиду активного роста. И еще раз остановлю свое внимание на формировках. При такой формировке у вас есть возможность хоть как-то вот этот урожай попробовать прикрыть и попробовать спасти. При формировке вот такой, под названием «Расту, как хочу». Ну, тут то, что многие, многие так пускают. Читаю в описании, что они укрытой сорт. Зимой перенесет. То есть, ну, очень-очень-очень часто вот такое выращивание винограда встречается. Вы же понимаете, что в данном случае вы не сможете сделать вообще ничего. Ну, и остается уповать только на везение и на хорошую весну. Еще один важный момент, на котором я хотела бы остановиться. Вот я сейчас на родительском участке. Здесь тоже маленький виноградик. И я вам показывала на своих, ну, мои уже крупные, там, по морозам были повреждены уже большие крупные побеги. И я понимаю, что у некоторых зрителей может создаться стереотип, что обморожения подлежат уже вот такие большие. Просто маленькие все оказались защищены. Так вот, смотрите, что здесь. Вот маленькая почечка, она, в принципе, еще такая. Ну, все. Все, она уже мертвая, она уже сухая. Вот это, ну, это получше. То есть вот как-то волной шел. Вот здесь тоже вот эту. Прихватила она, видите, она мягкая становится. Можно легко пальцем, то есть хорошая. Вот, смотрите, вот эта осталась жива. Вот она такая тверденькая. И вот эта вот, вот она прихваченная морозом. Чтобы камера фокусировалась. Не было видно. Сейчас попробую вот так. Видите, какая она мягкая. То есть даже вот такие вот маленькие почки, они тоже подвержены обморожению. Так что вот такие последствия заморозков. И такие способы защиты от них. То есть спонбонд это вообще не вариант. Лишняя трата времени, денег и сил. Ну, а какое-то более серьезное укрытие, да. Оно может дать свой результат. Ну, конечно. Я же говорю, вчера было мало времени. Поэтому накинули так сверху. И то часть урожая. Я очень надеюсь, что мы смогли сберечь. Ну, если укрывать более тщательно, то, конечно, это защитит ваш урожай. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Удачи. Надеюсь, что вас заморозки не коснулись. И до новых встреч. Пока.